Субтитры создавал DimaTorzok Если он в более северной черте находится Значит, я привык работать с углинистой почвой Иногда бывает весной, когда в мокрую землю втыкаешь лопату, в мокрую почву Все-таки часть, так сказать, глиняная составляющая такая, что бывает не могу лопату выдернуть И в то же время она у меня настолько песчаная, что после дождей на второй день уже все сухо Вот примерно такой земли я всегда работал Другой я не знаю, я никогда не даю советы, если чего-то я не знаю, я никогда не ссылаюсь на литературу Я уже убедился, что 99% из нее это самое Даже не знания, а какие-то предрассудки дикие Так У меня прекрасно в суглинистой почве живут персики В каком регионе ваши персики? Как в каком? Я живу в Красавиевском крае, юг Красавиевского края, предгорья Саян Вот у нас без снежья, к нам снежные бураны и снежные облака не доходят У нас бывает ползимы вообще без снега, но морозы сибирские Вот, и нам благодаря, знаете, благодаря чему? Благодаря вот этому климату, с одной стороны, и вот этим находкам Мне просто так с неба по двое не свалились И технологию Я говорю, я пришел на готовое, но это готовое надо было так освоить, чтобы оно стало не случайным У нас первый этап Садили-садили со всего из страны, садили-садили Все начало расти и плодоносить Потом начали читать литературу В них ночью вспомнить вот этот журнал В том числе Вот И начали убивать деревья, и до сих пор убивают Ну, а так как все свои саженцы больше никто не выращивает, ни питомники Вот Привозное называют Алтайским Ясно, что садоводство уже с колен не поднимется По крайней мере Ближайшие годы, десятилетия Ну, что толку Самый первый вебинар к этому моменту посмотрело Человек 400 чем-то Тираж у этого же журнала Треть миллиона Плюс библиотеки Ну, что толку Все равно посадят в эту Помните эту ямку подлую С водой наполненной Вот, теперь так Бесснежья Дала нам возможность победить с помощью диких подвоев Уссурийская груша Китайская груша Слива Подчеркиваю, не обязательно дикие Ну, как бы образно Китайские сливы Уссурийские груши Уссурийские сливы Маньчжурские абрикосы Все один район Видите, как Сибирские яблони Вот Еще что-то упустило Убовичные вишни Они тоже северные И вот С ними мы и работаем И вдруг оказалось Держат они мороз В отличие от литературы Которая для них даже Отвела совсем другой план То есть Минус 30 До свидания Так Здравствуйте Два года назад было засилие мышей Обожрали абрикосы Несмотря на все У двух появились побеги снизу Не знаю, как к ним относиться Так А как? Лелеять Лелеять Подразумевается Не трогать Ни за что Пусть растут И все равно Если Я не знаю Моили ли это абрикосы Это даже не принципиально Вот Все равно получатся Какие-то плоды А вверх Часть своих качеств Снизу передает Я придумал новый термин Ох, какой я придумал термин Так Рассказывайте нам или нет Вот Нет, не буду Специально надо Надо будет Специально об этом говорить В общем Получается так Что вы должны получить Плоды По двое лучше Чем Ожидаете Поэтому Отнести Вы говорите Как отнестись Хорошо отнестись Лелеять Лелеять Значит пусть растут Подождите пока Да Я все-таки скажу Чтобы понятно было Я придумал термин Диффузия Я металлург Я оттуда много чего перенес Вот Вспомните Коррозия на границе средств Вот Диффузия металлов Я назвал это Диффузия При прививке А дальше Грамотный Меня уже поймет Остальные подождут Пока Тема будет подходящая Так Городничий уже ответил На этот вопрос Смотритель По-моему Тоже ответил на этот вопрос Вот Как купить книгу Северный сад Северный сад Значит Вы можете ко мне Обратиться с помощью Моего электронного адреса То есть написать мне письмо А дальше я вам все расскажу Или сам вышли Или вышли Это редактор Книги Который живет в Дунинграде Так А кстати Правильно Сафронов написал О ней подробнее В каталоге Семена Посадится Сам Так Теперь А только одну книгу Можно? Можно И так В общем это Он правильно Цитирует меня Минимальный заказ Ты еще рублей На сайте с семенами Вот Ну и одну книгу Вышли Куда я делась Так Где можно купить книгу Боднера Нигде Он даже Не разрешает мне Могли бы обратиться Напрямую И он мне сказал Никому Не давать мой телефон Вот Еще Тираж Тираж Мизерный Наверное Те распродал Про эту книгу Я еще пока С ним не говорю В моих планах Съездить к нему Когда он Это И еще поговорить Потому что Разговор с ним Бесценный Это что Говорить с академиком Причем настоящим Не виртуальным Который Это Пишет книги А сам Ни одного дерева Не посадил Вот Поживем Увидим Так Так Это вопрос Про доступ Не ко мне Это к Сокрудову Ренат Вот этот Влагозаряд Влагозарядковый полив У меня сразу Шерсть дыбом В рамках Эксперимента Провел Ну то есть Вы уже Мое мнение Знаете Вот Что он написал Внимание Аномальная Теплая осень После засухи Один-два месяца Полила обильно Сжималась Вторая полная сентября И результат Сжималась Зацвела Ёлки-палки Но перезимать Перезимует Выражает Этитю Вызвал Вторую волну роста Перезимой Даже видео снял Ну я Он В общем-то Можно сказать Повторил Мои примеры Не значит Что я проводил Влагозарядковый полив Или я То что называется Подзимный Полив проводил Знаете Как бывает Подзимний полив Человек провел Начитался книг А потом смотрит Плюс 10 Плюс 20 Лист не сбрасывать Вместо зимы Это нормальное В Лене Сейчас может быть Вообще До Нового года Может даже бывало Ну вспомните Та самая Белоруссия Которая разучилась Выращивать Показали Показали В феврале Грибы собирают Какой там Урожай Или показали Это Цветущие клумбы Где-то там В Ленинграде Что ли Вот Посреди зимы Так еще Не хватало Мало того Что Зима Такая каприза Что мы не можем Гарантировать Каждый год Урожай У меня есть Эти Сорота Которые Каждый год Плодоносит Но они уже Скромнее Они более Привученные Там Та же Китайская Слива Допустим Вот Которая Уже Не помню Был ли год Чтобы она Не плодоносила Вот Сорота Груш поскромнее Которые Допустим Яблони Полукультурные Ранетки А тут Раз Еще не хватало Чтобы Их можно Загубить Я имею ввиду Урожай Еще не хватало Чтобы перед зимой Взять Поливать Мало нам Эти Дождей Вот это Глупость Подзимний полив Бывает Один раз В сто лет Так образно Говорят Может быть Раз в тридцать лет Когда действительно Уже Лето нет Дождей Осень Нет дождей Колодцы Пересохли Озера Высохли Реки Превратились В ручеечки Вот там Да Там Деревья Страдают Так Что И в то же время Негде воды Взять Чтобы их полить Такие случаи Бывают Это Всемирный Кошмар Тем более Не положено им тут расти Яблоням не положено Культурным расти Абрикос Не положено Ни в средней полосе России Не положено Ни на Урале Не положено Ни в Южной Сибири Вот Не положено Где-то положено Немножко Дальний Восток Помните Дальний Восток Тут же Южнейшие Лианы тут растут Тут Китайский лимонник растет И тут же рядом Этот дикий Абрикос Сибирский Который С 50-60 Выдерживает Вот Это просто Такое Знаете Как бывает Когда Все Поперепуталось Где-то Бог Все дело Рассчитал Планомерно А этот Дальний Восток Это Приморье Сделал из него Такое Знаете Как Заповедник Кто-то напихал И субтропики Помните Там эти самые Это Допустим Амурский бархат Это же Пробковое дерево А где он должен расти Правильно Он должен расти В тропика А где растет А вон У этого Самого Чернобаева Вон он У меня целый мешок Этих Чтобы о диабете Лечиться Он мне Целый мешок Шучил этих Ну Профилактики Этих Плодов Живых Этого же Амурского бархата Вот такой Дальний Восток Там все Перемешалось В принципе-то И там Дождей хватает И все А тут-то что Мало того Дождей льют Нет Я говорю Я вспоминаю Это же Фильм художественный был Когда этот Дворник Поливает клумбу Проливной дождь идет Я говорю Что делаете У меня план Все Вот и людей Так заставили Так Что-то опять Развел Развоевался Так Короче Городничий Городничин Все-таки Убедился На самом себе В каком регионе Вы живете На эту Городничим Вопрос Так 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 Всем привет Всем добрый вечер Сколько знакомых Сколько у меня друзей Какой луч Привыси нож Так А Я Сафронов ответил Нет Сейчас посмотрим Дело в том Что у нас Специалист Сафронов Он еще недавно Продавал Ножи Которые Это самое Умудрялся Доставать На настоящие На каждый Случай Ножа Моя статистика Самых Распространенных Из 20 Ножей Один Если попадется С односторонней Заточкой То это и все Так Так У меня такое Псение Что лекция Закончилась На всякий случай Прощаюсь С вами Что-то такое Похоже Потому что Не я Командую Этим А может быть Продолжится Сейчас Подождем Я уже По 3 4 По 5 Читал Лекции Ничего Живой Вы-то Как Друзья Так Даже Не знаю Возможно Закончился Разговор Давайте На всякий случай Говорим До свидания Вот И Нет А вдруг Это не До свидания Антон Валерьевич Что мне Дело Так Александр Смотритель Написал Что трансляция Идет Продолжить Продолжить С удовольствием Продолжу Так Книгу Получила Почти Полностью Прочитала Информация Не море Океан Так Мне даже Неудобно Слушать Что я Такой Замечательный Так Теперь Вопросы Вопросы Больше Не Нажимаются Так А нет Нажимаются Я надеюсь Вот эта вот Информация О медицине Потом Каждый Прочтет Сам Сеянцы И скотчик Череши Будера Куплены У вас Нужно Липпливать Или Можно Вырастить Полноценную Черешню Значит Можно Вырастить Полноценную Черешню Вопрос Какую Считать Полноценную По морозостойкости 100% В средней полосе Россия пойдет По Крупности Она будет Примерно В два раза Меньше Чем Вот эта Огромная Черешня С Таджикистана Узбекистана Но Примерно Она будет Размером С нашу Вишню Но Культурную Вишню Так И Вкус Абсолютный То есть Никакой Коричи Никакой Кислинки Ничего Есть Проблема Другая То есть За косточки Черешни Я ручаюсь Головой Вот Я сам Прошел Эту школу То есть Мне бы в голову Не пришлось Ее оборачивать Если бы Не бодно 25 лет назад Я к нему Приехал И сжрал 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 Я украинец Бывший Вот Да и не бывший Сжрал ее И тогда Поверил в это И тогда Перенес ее к себе Привил на вишню Вот В более жестком климате Все получилось А тут есть Есть одно но Друзья Есть одно но С косточками Голову над сечением Вишни не получится А вот Привитая черешня Может превратиться В вишню Привитая она Мои Мощные Культура Оговорился Бывшая Культурная Отечавшая Владимирские Вишни Какая у них Сила Они черешню Ломают Через колено И может вырасти Вишня Или дюк Вот Вот что может Случиться Друзья Поэтому Когда я продаю Я верю не так Я Чернки-череши Я их нарядовал Не больше Там 15 штук Только для самых Этих Избранных Которые меня поймут Я обжегся На новом русском Когда у меня С черешни и вишни выросли Вот А семечка С крючками Прекрасно Все Так Есть и сведения О качестве плодов Микро Макроэлементы Или только Сладко-кислые Большой маленький Вы кого обратились Именно так Кисло-сладкий Как Сладко-кислые Нет Не так Кисло-сладкие Сладко-кислые Сладкие Четыре варианта А самое интересное По годам Я давно Не то что Испортился вкус Но Например Груша Когда я ел ее На маточном дереве Я достал В ту же хуторе Это потом Я признала Как сварок Сама автор Сварога Бойкова Галина Николаевна Мой гость Кандидат на руку Директор ГСУ Все Вот А я доставал Тут же рядом Через два дома Вот Она была Плоды Триста Четыреста Грамм Крупная Сладчайшая Дерево молодое Потом у меня Она росла Годы шли Урожая Больше Больше Вы видели Вот самое Это она Самая где Урожай Сумасшедшая Я показывал Даже Последний Ходил И вот Вкус Уже немножко Не тот И только В жаркие Годы Вкус тот Чистосладкий И тут же Я Все таки Не выдержал И молодое Дерево Привил Вырастил И получил Снова Как была Чисто Сладкий Сварог Вот И получается И от возраста Зависит И от солнца Зависит Так Ответил Надеюсь Очень интересно Ваше знание Ладно Спасибо Так Что тут еще Сейчас журнала Резко читают Я понять не могу Если треть Этих Самых Треть миллиона Кто их читает Тогда Если молодежь Не читает Они же Где-то расходятся Иначе Они же на этом Живут Это же Рынок Редакция За что Деньги получает Наверное Кто-то покупает Так Ой Вопрос Резать Важный Для меня Вопрос Резать Черенки Лучше С веток Ближе К центру Или Можно С периферии Так Значит Это Должны Быть Редкий Случай Когда Я цитирую Даже не себя С лучшей стороны Должны Быть Взяты Приросты Последнего Года С боковых Веток Так С лучшей стороны Самых Я добавляю От себя Еще Это уже дальше Это я первые Три слова Цитировал А дальше Себя Самые Мощные Длинные Вот Вертикальные Волочки Кстати Это в последнюю очередь Не говорю Что нельзя Вот И Практически Полностью Отрезанные Кроме Двух Трех Спящих Почек Вот дальше Почки пошли Уже Вы их увидите Спящие Они Поменьше Росточком Бывают Все маленькие Спящие Они рассчитаны Только на На травмирование Дерева Тогда просыпаются А у здорового Дерева Они не просыпаются Спят и дальше И вот Значит После Двух Трех Самых Близких Штамбу Или Скелетные Ветки Дальше Пошли Нормально Развитые Почки Видно Это И вот Самая Нижняя Из них Это Есть Самые Деревья Помните Тимошку Маленький Такой Рядом С деревьями Которые После Пересадки Всего Два Слава Года Прорасли Даже Меньше Вот Это Из них Это Делалось А вот Этого Нигде Не прочтете Это Уже Мое Это Фирменное Вот И Все Таки Я же Должен Смотрите Я все Время Арисад Нахожусь В такой Ситуации Мне Антон Валерьевич Уже Вот Видели У меня Какая Плешь Это Благодарим Тоже Жалуюсь На Свою Друга Почему Все Время Якобы Получается Мог бы Короче Можно Было Бы Не Отклоняться Ну Посмотрите Что Получается Кто Ведь Большинство Авторов Да Практически Все Пишут Берите Черенок С середины Ветки А я Говорю С основания Ветки Сам Я должен Доказать Или не Должен Вот фотография С Тимошкой А вы Попробуйте С середины Ветки Взять Черенок И вырастить Такое Дерево Оно Будет Два Раза Ниже Оно Будет На Один Два Три Градуса Менее Морозостойкая У него Будет Больше Врагов Будет Больше Дырявых Листьев А значит Неполноценный Почек Понимаете О чем Речь идет Вот И получается Я должен Каждый раз Обосновывать Обосновывать В основании Почки В основании Ветки Почки Самое Полноценное Это и по теории То есть Там Они Раньше Появились Они Лучше Защищены Сохранены Вот От Них Как сказать Ну как бы Если дерево Как бы Вновье Получается Ну Обгрыз Допустим Олень Видите Я в руке Примеры Беру Там Лось Взял Сжевал Откуда Появится Побег Как раз Основание Ветки Там Природа Предусмотрела Самые Почки А не Верите Пожалуйста Ну хоть бы Кто-нибудь Взял Вот Там 100 Дерев Вот 100 Дерев Привил Нижними Почками 100 Дерев Средними А 100 Дерев Верхними А верхние Это вообще Анекдот Но долго Рассказывать У меня же Опыта Многолетний Я же Верхушками Прививал Да А знаете Я получил Сувенир Востока Вместо 100 Граммовых Кладов Какие Сказать Как Голубиные Яйца Вот так Ладно Поехали Господи Может Вы еще Живы Друзья Лак Мастику Долматова Здесь Я не могу Это самое Я не знаю Антон Валерьевич Или вы ответите Что вы продаете Или если уже не продаете То пусть Виктория Обратится Ко мне Я Ну Письмом Электронным А я Это Данное Телефон И эти Ну Все Что надо Напрямую Пусть Работает Если у вас Нет Лак Мастик Пусть Напрямую Долматова Заказывает Отвечу А здесь Как Отвечу Так Если С вашей Косик Вырастет Черешню То Нужна Ли Опылитель Другая Черешня Или Она Самоплодна Или Хватит Опылителя Вишни На участке Места Мало Некуда Садить Дерево Значит Редчайший Случай Цитирую Не себя Литературу Черешня Черешню Опыляет Плохо Самоплодность Плохая Так Это связано Кстати Еще и с тем Что Из-за того Что Граница Чертик Где Должна Быть Там В Сочи Или Это Самое В Одессе А на самом деле Мы наглеем Уже в Сибири Выращиваем Естественно Постоянно Подмерзает То Тупесики То Тычинка Вот А еще Надо умудриться Они же Не в один день Все Одновременно Подмерзает Или Одновременно Созревает Природа Мудра И получается Нужен опылитель Который Чуть-чуть Раньше Чуть-чуть Позже Засвел Так И вот Удивительное Дело Пылителем Для нее Вишня Лучше Чем Черешня А черешня Поэтому И с малоплодной Чаще Все Случается На одном Дереве Отцветут Оба А откуда Мы знаем Почему Не опылило Подмерз Тычинка Все Некому Пылить Вот А мне Это что Господи Взял Вишневый Сад Посадил Потом Среди него Наплевал Черешню Вот так же Как я говорил Что у меня Смешанный Сад По абрикосам Вот Напылять Друг Кто попал Стану Я еще Дергаться А для вас Ответ Такой Малоплодная Подвержена Подмерзанию Черешня Вот Садите Среди Вишен Не пожалеете Так Татьяна Подождь Не могу понять Причину Гибели Трехлетних Яблод После зимы Не вышли Хотя Ветки Сначала Были живыми А Ну все Ясно Даже Прививки Сделала Коруна Столи Можно было Просто Сдирать Без усилий Дело В том Что Вот Когда Допустим Просто Нормальный Подвой Все Мороз Ударил Подвой С привой Они Все Таки Всегда Конфликтуют Плох Плохо Сейчас Срачатся Погиб Привой Ладно Осталось Снизу Лезут Эти Веточки Это У подвоя Значит Причина Ясна Первое Или Мороз Или Частичная Биологическая Несовместимость Оттолкнула Привой Вытолкнула Ну так же Как я Сколько раз Говорил Почку Пересадите От Любого Человека Другому Кто умирает Вот И все Умрет Сколько Надо Чтобы У них Долгическая Совместимость Была У почек От этого Человека Это Пример Живой Знакомый А тут То же самое Но есть Другой Момент Смотришь Привой Жив Начинает Распускаться Листья И тут Погибает Полностью Дерево Тут Другое Корни Замерзли Вот это Я уже Убедился Не раз Ну а дальше Что Получается Только Догадки Одни Я ведь Не сказал Что корни Виноваты Я сказал С большой Долей Вероятности Так Ну я не читал Что ответил Сейчас Смотрите Кстати Я никогда Не комментирую В таких случаях А Кстати Господи Там Семь Два Сапога Ага Нет Питания От Корни Все Правильно Значит Так Добрый вечер Черенки В подвале Лучше В целлофане В песке Просто На полке Значит В песке Можно Но Так Трудно Поддержать Консистенцию То есть Влажность Песка Я предпочитаю В сухом виде В сухом Еще раз Говорю Ну целлофан Это такое Старое Старинное слово В полиэтиленовых Пакетах Я уже делал так Но нет У меня Больше Толстых Пакетов Я в 3-4 Обычных Чтобы Не пересохли Вот Один Беру Пакет Из-под этого Для мусора Один Вставляю В другой В третий Четвертый Плотно Заматываю Теперь я знаю Не пересохнет Так Ну и хорошо При этом И я ведь Не отрицаю Что через 4 Целлофановых Слоя То есть Этих Уже не целлофановых А Полиэтиленовых Слоя Все равно В сухом Погребе Высохнут Мокром Могут даже Это Немножко Сгнить Поэтому Еще хорошо Когда Нормальный Погреб Лучше Конечно Сухой Вот Или Да погребы Сухие Не бывает Обычно Они как раз Ложноватые Ну короче Надо Чтобы С погребом Повезло Так А че Все что ли Я не смотрел Вроде бы Я вот тут Уже Получается Разговор Был Да вроде Мы про это Говорили Так Ребята Я уже Ваше терпение Испытываю Ага Интересный вопрос Черешню Подмосковью Выращивают Ну единицы Нет вообще Причин Почему Не надо Выращивать Но одна Все таки Есть Если даже Кто то И говорит Что у меня Черешня Мне правда Не удается Попасть То есть Хотя бы Виртуально Увидеть Этот сад Черешни Это трудное Дело Вот Ну допустим Та же Как вот Адама Выращивает Абрикосы Всю жизнь Выращивает А показать Сад не может Не хочет Почему Не знаю Так и тут Дело в том Что у Черешни Главное Что Не хватает Мородостойкости Это факт Не зря Я про подмеждание Почек говорил Вот А подвои Для нее Растут Сибири А они Европейцам Даром Не нужны Вот И получилось Так У нас Подвои Это Самое Как-то У нас Жених У вас Невеста Вот Если брать Что Насильственное Я прививки Называю Насильственным Замуженством Насильственным То есть Мы не спросили Примет Мы же Получаем Новое дерево Не с помощью Опыления Примет Не примет Это самое Тычинка То есть Песек пыльцу Мы этого Не знаем Но Надеемся А тут Насильственное Срастили И вот Жених У нас Для этого Насильственного Замужества В Сибири А Невеста Там Подмосковье Там Может быть У кого-то Уже Есть веточка Или Привез Украины Веточку Вот это Вот Противоречие А я Сколько Показывал У меня Целое Ведро Этих Самых Косочек Высушенных Вот Оно Не тронуто Вот так А почему Я еще Говорил Дождусь Этого Звонка Из Академии Наук А им Это Надо Я Еще Вы Видели Фотографию Это Тема Болезненная Боднера Бородича Покойного Это Он Я клянусь Богом Задал вопрос Когда Нас Собрали Я Молодой Фермер Новоиспеченный Пять гектар Дали Ну как же Конференция Шушенские Съехались Вот А что там Председатель колхозов Эти Агрономы Колхозные И Несколько Ученых И вопрос Вы персики Выращиваете Нет Бородич Вы Чересни Выращиваете Нет Это Выращиваете Нет Это Выращиваете Нет Все Понятно Кончил Зачем Я ему Свой персик Подарил У него даже Фотография Есть Где он С полоносящим Персиком Горгусей Фотографию Нет 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 Так Ну что Тут Еще Череша Подмосковья Можно Только Никто Не Хочет Так Ну что Тут Вроде Бы Я Не знаю Тон Валерьевич Сколько Можно Это Держаться Давайте Закрывайте Лавочку Ну что Я скажу Следующую Субботу Опять Светимся Что Еще Могу Сказать Вроде бы На все Вопросы Ответил Если Еще Не Упустил Извините Может Длинное Письмо Не Ответил Ну что Пере Мне Сказать Что Все До Свидания Так Как С вами Расстаться Давайте До свидания Пошел На кухню Вот Все Следующая Суббота Новая Встреча Спокойной Ночи Друзья Суббота 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 Суббота